Более 200 карагандинских школьников боролись в турнире за кубок чистоты. Ученики не только показали свои знания в экологических викторинах, но и приняли участие в благоустройстве малого озера в Центральном парке. Подробнее в следующем материале. И я думаю, что сегодня здесь собралась самая активная молодежь нашего города. Это правда? Убрать мусор и благоустроить озеро Центрального парка вызвались учащиеся из 20 школ города. Среди них и прошло соревнование. Каждая команда из 10 человек придумала оригинальные речевки и отвечали на вопросы эковикторины. Заключительный этап состязания включал в себя очистку территории малого озера в парке. То есть раньше была, допустим, вот определяется 10 на 10 метров, они убирают эту территорию. А сейчас они, получается, сначала здесь убирают, потом по данной карте переходят на следующий участок. Таким образом мы увеличиваем именно охват территории. В жизни главное за чистоту ручьев и рек, чтобы в руках был человек. Одна из участниц экологического соревнования – 16-летняя Анна Ульянова. Она рассказывает, что вместе со своими друзьями часто бывает в парке и видит, насколько сильно он загрязнен. Поэтому Анна решила на своем примере показать, что нужно бережно относиться к природе и благоустройству города. Я являюсь молодежным активистом, и мне это интересно, и я считаю, что это важно для нашего города. И я поддерживаю все активные мероприятия, которые проводятся в нашем городе. И это не стоит оставлять без внимания. Пришли поучаствовать в турнире и победители прошлогодних соревнований. Учащиеся с 77-й школы признаются, что не планируют отдавать кубок чистоты. И в этом году подростки рассчитывают только на успех. В этом бомбе очень хорошие соперники, очень сильные, и мы думаем, что мы со своими конкурсами должны быть. Хотите отдавать кубок? Конечно нет. Пусть она останется у нас. Соревнования развиваются. В прошлом в них участвовало всего 10 школ, отмечают организаторы. А сейчас уже 20. Подростки на своем примере хотят показать, что свой вклад в благое дело может сделать каждый.